Еще чаще у нас разные действия гена связаны в общении. Есть, это уже не про каких-то не про штуков, это про нас с вами, есть ген, который ответственный за синтез белка коллагена. А белок коллаген, это один из самых главных белков в соединительном кальке. Из него построены связки, сухожилия, внутренний слой кожи, на коротких коллагеновых связках пришиты зубы, корни зубов пришиты челюстным костям и так далее, и так далее. А теперь давайте смотрим, рождается человек с нарушенной программой работы вот этого одного гена. Сколько разных генов у него поменяется? Во-первых, у него отвратительная кожа, которая либо лопается, либо наоборот отстает от тела. Во-вторых, у него подальше не держится. В-третьих, жуткая проблема с суставами. Малейшая нагрузка, и суставы скакивают, это суставы нечленения. Связки не держат. В-четвертых, у него полное безобразие пищеварительной системы. И, кстати, с ничем кузырем тоже. В чем дело? А там коллагеновое волокно образуют внешние купляры этих органов. Вот смотрите, я все сейчас перечислил. Разные признаки. Еще раз. Еще раз. Зубы, ничевой пузырь. Но это редко поступает. А причина? А причина – нарушение одного гена. То есть, когда продукт, синтезированный по программе данного гена, используется в ходе разных реакций, то сколько генов будет от этого гена зависеть? Один или много? Много. Так что оба случая, множественное действие генов и взаимодействие генов, случай очень распространенное.